Здравствуйте! Меня зовут Елизавета, я научный сотрудник Дарвиновского музея. И сегодня я вам расскажу, кто такие мурены. Но для начала мурены — это рыбы. Самый такой первый ответ. Это не змеи, уж точно не пиявки и не какие-то другие удивительные существа. Это рыбы, хотя, конечно, со своей своеобразной змеевидной формой. Относятся они к семейству муреновые отряда угреобразной. Вообще мурены демонстрируют массу самых разнообразных окрасов. Бывают они и черные, и белые, и в полосочку, и в точечку, зеленые, самые-самые-самые разные. Но какая бы окраска у них ни была, все равно у этой окраски важная функция — это маскирующая окраска. Непосредственно мурены живут в основном на территории коралловых рифов. То есть их можно встретить и в морской воде, и даже в пресноводной, но большинство видов все равно обитатели кораллового рифа. Так, что еще важно рассказать? Тело мурены покрыто слизью. И эта слизь у некоторых мурен токсичная. Кстати, интересный факт про зеленую мурену. Сама по себе зеленая мурена не зеленая, а коричневая. Зеленый ей придает цвет как раз именно слизи. Эта слизь нужна для того, чтобы в первую очередь защищать мурену от механических повреждений. То есть когда она пролезает в самые укромные уголки и щели, чтобы не поранить свое тело, ей помогает вот эта вот слизь. Какие еще особенности? Мурены — удивительные охотники. Я могу защитить вас от хищников. Ты и есть хищник. В основном они охотятся в темное, ночное или сумеречное время, поэтому зрение у них не очень хорошее. Оно им, в принципе, и не нужно. В основном они ориентируются при помощи своего обоняния. Интересно, что если посмотреть на ноздри мурены, можно увидеть, что это такие две вытянутые трубочки. И вот как раз при помощи обоняния мурены с легкостью находят добычу. Это может быть и рыба, и ракообразные, и разные моллюски, например, осьминоги. И даже интересны случаи, когда мурены нападали на себе подобных. То есть тоже на мурен непосредственно другого вида. Любопытный факт увидели ученые. Оказывается, мурены могут охотиться в паре с представителями другого вида, с рыбами-групперами. Как это происходит? Рыба-группер охотится тоже на маленьких рыб, но не может пролезать самые разные расщелины. Тогда, если рыба-группер увидела рыбку, спрятавшуюся в расщелине, она приплывала к мурене, кивала ей головой, как бы приглашая ее на совместную охоту. Где-то в 50%, даже почти 60% случаев мурены соглашались и плыли вместе с группером к этому месту. В момент охоты мурена залезала в эту расщелину и либо сама находила рыбку и съедала, либо выгоняла рыбку наружу, и тут-то она попадалась групперу. Интересно, что дележка была совершенно честной. Они никогда не выражали друг другу агрессивного поведения, потому что и мурена, и группер съедают добычу целиком. Поэтому тут либо тебе досталось, либо мне. В основном мурены питаются маленькими рыбками. Но интересно, что не всех рыбок они съедают. Вот, посмотрите. Мурены часто пользуются услугами чистильщиков. Рыб и креветок, которые поедают остатки пищи во рту мурены или каких-то паразитов, и таких они стоматологов ни за что не трогают. Что меня больше всего поразило в мурене? У нее есть обычная челюсть, как у нас с вами, и глоточная. Глоточная. Объяснить это сложно. Посмотрите на изображение. Обычно рыба, когда охотится на какую-то свою добычу, она открывает рот и создает вакуум. Таким образом рыбка вместе с водой попадает к ней в рот из-за большого давления. А у мурены такого не происходит. Во-первых, у нее более сплюснутая морда, а во-вторых, она часто находится в каких-то расчелинах, где не так много пространства и не создается такой поток. Ей нужны были глоточные челюсти. Вот как раз на видео это очень хорошо видно. При нападении она хватает сначала добычу своими челюстями, а потом глоточные челюсти выскакивают у нее изо рта, то есть выдвигается вперед, хватает рыбку и затягивает ее в пищевод к мурене. Опасны ли мурены для человека? Ну, во-первых, мурены бывают самые разные по размеру. Одна из крупных мурен, гигантская мурена, может в длину достигать около 3 метров, а весит, соответственно, около 30 килограмм. А вот одна из самых маленьких мурен в длину всего лишь 12 сантиметров. Естественно, в зависимости от вида и можно сказать, насколько опасна или нет. Но, в общем, мурены не нападают на человека, если же он их не провоцирует. То есть есть случаи, когда дайверы непосредственно пытались мурену покормить с руки или к ней как-то в расщелину пытались пролезть, тогда, конечно, мурена агрессивно реагировала. Причем укус мурены очень долго заживает, так как у нее во рту очень много бактерий. И, естественно, ранка заживает очень-очень долго. Сама по себе мурена не ядовитая, но в течение жизни она может накапливать в себе яд из тропических рыб. Поэтому мясо мурены лучше не кушать. Оно может вызывать действительно сильное отравление. Но это не мешает в некоторых странах использовать мясо мурены как деликатес. Ну а в Древнем Риме еще даже специально разводили мурен, так как им очень нравилось именно их мясо. Как я уже говорила, по цвету, по размеру мурены бывают самые разные. Вот я вам как раз показываю несколько примеров. Здесь вы можете увидеть леопардовую мурену, зеленую мурену. Вот полосатая. Она не такая большая. Ее часто содержат даже в аквариумах. А ленточная мурена необычно выглядит и даже может менять свой окрас в течение жизни. Любопытно, что мурена выглядит так, будто она только что пошутила и ждет реакции на свою шутку. Почему же она почти все время с открытым ртом? Оказывается, мурена таким образом лучше дышит. Она прогоняет воду через жаберные щели, и поэтому ей нужно все время находиться с открытым ртом. Иначе она задохнется. Ну, в общем, на этом все. Задавайте свои вопросы, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и до встречи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!